Беларусь готовится встретить День народного единства. Участники патриотической акции продолжают большой автопробег. Сегодня колонна в Могилёве. В планах организаторов шесть региональных выездных фестивалей и один финальный в столице, где откроется аллея единства. У каждого посетителя будет возможность с помощью QR-кода узнать интересные факты о выбранной области нашей страны. На едином портале электронных услуг госорганы организации всех форм собственности и физлица теперь могут проверить действительность любых документов, удостоверяющих личность онлайн, в том числе биометрических. Полученную информацию предоставят из источников МВД. Для поиска необходимо ввести паспортные данные. В Могилёвской области с начала года устранено более полутысячи несанкционированных свалок. Любые откоды содержат в себе тяжёлые металлы, ртуть и соединения свинца, которые попадают в почву, воздух и даже воду. При этом по статистике не меньше 40% из них – ценное вторичное сырьё. Вот только человеческая лень и безответственность не позволяют хламу попасть на переработку. В 2023-м за отсутствие техосмотров бобруйских ответственности привлечены 845 водителей. Штраф до 1111 рублей, до 185, если меньше годы назад за это уже наказывали. Несправные тормоза – главная, но не единственная причина отказа в допуске. В топе неисправность внешних световых приборов и излишняя токсичность. В финал конкурса «Мисс Беларусь» прошли две бобруйчанки. Диана Царёва – воспитатель 71-го детского сада и Кристина Иванова – учитель второй школы. Девушки готовились к этому моменту больше месяца, мечтали о нём, быть может, всю жизнь. Всё ради того, чтобы покорить своей красотой страну. Победителя выберут уже сегодня вечером на телеканале ОНТ.